Здравствуйте, с вами снова я, Терентьев Игорь, и в этом выпуске я с вами поделюсь своей концепцией роста силовых показателей в базовых движениях. В предыдущем видео, в первом ролике CrossFit Performance я приседался штангой. Техника приседа была далека от идеальной, знаю это сам, написали в комментариях. Ничего страшного в этом нет, мне нужно было определить свой разовый максимум, так как у меня есть формула, есть схема, по которой я прогрессировал еще до занятий CrossFit. Сейчас я эту формулу и схему хочу использовать для наращивания силовых показателей. На примере приседа я сегодня вам покажу, расскажу и поделюсь данной информацией. Пока начинаем разогреваться. Вот формула, о которой я говорю. По этой формуле я могу рассчитать свой разовый максимум на сегодняшний день. Он будет составлять 116,5 кг. Я бы мог его определить другим способом, сделав проходку на одноразовый максимум, но зная, что формула корректная, я выбрал первый способ. Теперь я могу расписать шестинедельный цикл, первый шестинедельный цикл программы тренировок на увеличение силовых показателей. Сейчас объясню, как это работает. К примеру, по первой неделе 20 повторный максимум по формуле будет равен 70 кг. Я отнимаю 9%, у меня получается 63 кг, с которыми я должен приседать в 4 подходах по 20 повторов с отдыхом 1-2 минуты между ними. На следующей неделе я вес повышаю по формуле до 72,5 кг, но уменьшаю количество повторов в каждом из 4 подходов до 15. В первые 2 недели выполняется многоповторка. Таким образом я налаживаю нейромышечную связь, улучшая проводимость сигнала в мышцах и накатываю правильную технику выполнения. С каждой последующей неделей я перехожу в все больший и больший силовой режим, уменьшая количество повторов и повышая рабочие веса. Последняя неделя показательная, в ней я должен прибавить 5% в разовом максимуме и уже от него рассчитывать следующий шестинедельный цикл. В моем случае на шестой неделе присед должен составить 111,5 кг на 3 раза в строгой технике выполнения. Я уверен, что получится, так как не раз уже пробовал работать по этой схеме и формуле. Вот без чего вам не получится обойтись, используя данную формулу и схему. Блинчики по 1,25 кг и по 0,5 кг. Они, кстати, встречаются достаточно редко, но такие блинчики – залог вашего прогресса. Находите и добавляйте строго по формуле. Именно тогда у вас будет рост результатов и прогресс. Вот сейчас на штанге у меня получилось собрать 63,5 кг. Как раз требуемый вес. И я должен выполнить 20 повторов 4 подходов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Выполнил второй подход. Второй подход оказался так же тяжелым. В принципе, ожидать другого и не стоило. Еще впереди два подхода. Четвертый подходик. Заключительный. Но уже почему-то нет. Мы будем делать. Схема расписана. Никуда уже мы назад. Дороги нет. Немножить. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ребят, я искренне старался выполнять по технике. У меня получилось сделать 4 подхода, как я планировал, по 20 повторов. Вес 63,5 кг. Отдых составлял 1-2 минуты. Ну, 2 минутки. Стойки не использовал. Заодно проработал взятие на грудь. Чем будет больше вес, тем больше мне понадобится. Время невозможно на восстановление. Буду после определенного веса снимать штангу со стоек. И, подходя ближе к 5-6 неделе, нужно будет пользоваться помощью ассистента, так как веса уже будут подходить максимально. Аккуратнее, не торопитесь. Выполняйте, все получится. А сейчас, для того, чтобы не терять скоростные характеристики мышц, выполняю запрыгивание на бокс 50 см. Сначала выполнять буду с двух ног, потом попеременно одной ногой другой. И в конце занятия буду прыгать с двух ног с гантелями в руках. Комплекс буду сегодня выполнять немножко позже, а возможно и завтра. Подход сделал, еще осталось два подхода. Как вы успели заметить, я с бокса не спрыгивал. Я сходил, для того, чтобы не перегружать сегодня больше колени. Запрыгивание я делаю сначала с одной ноги, более слабой, потом перехожу на более сильную ногу. Так проще. Хотя вы для себя можете подобрать наиболее подходящий вам вариант. Можно на каждый раз менять ногу, можно также отработать одной ногой, потом другой ногой отработать. Упражнение интересное, очень аккуратно. Выполняйте, не зацепитесь. Прыгайте всегда с запасами. Отдыхать между подходами много не нужно. Минута, в принципе, достаточно для того, чтобы дыхание восстановилось. У вас пока одна нога работает, другая отдыхает. Поэтому можно, в принципе, выполнять без остановки. Можно добавить в комплекс. Но в комплекс, смотрите, по своим силам. Выполняйте в комплексе очень аккуратно, так как будет накапливаться усталость. Старайтесь не травмироваться. Выполнил еще один подходик. И хотел бы вернуться к тому, чему не сказал в начале. Тренировка начинается, повторяюсь, с уставной гимнастики. Это 5-7 минут у вас занимает, даже если у вас нет времени. Если совсем критично со временем, никогда не пренебрегаем разогрева, разминкой. Потому что если правильно не разогреваться, не разминаться, возможность получения травм растет в разы. Берегите себя, берегите свое здоровье. Лучше немножечко не доделайте силовую часть, но разминка обязательно. Сегодня в видео я разминку не показал вам, но это не значит, что выполняя запрыгивание на бокс с дополнительным отягощением в руках, не используйте маховое движение руками. Вся основная работа ложится на мышцы ног. Держите спину прямо. Моя тренировка окончена. Спасибо, что были со мной. Я сегодня постарался сделать информативный выпуск. Надеюсь, вам понравилась моя концепция увеличения силовых показателей в базовых движениях. Используйте. Если кому-то что-то неясно, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. По возможности всем постараюсь ответить. Кому выпуск понравился, ставьте лайки. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Мы с вами все занимаемся одним общим любимым делом. Мы одно сообщество, CrossFit сообщество. Поэтому постараюсь всем помочь. Ребята, спасибо. Будьте здоровы. Продолжение следует...